Когда я учился в Московской консерватории, у нас был такой предмет — марксизм, ленинизм. Это мы изучали философию материализма. Нас учили тому, что духовного ничего нету, и столько всё материальное. А вот видно, что материальное всё исчезает. Всё тленно материальное. А то, что создано гением людей за много веков, остаётся с нами. И это не покрывается пылью и не уходит во времени. Я не представляю себе, что Бетховен, Моцарт, Бах умерли. Мне это не кажется. Я уверен, что они живы, только они в другом состоянии находятся. Они просто не дома. Они просто не там, где я. Но их дух, их музыка всегда там, где есть люди, которые её исполняют. И там есть люди, которые её слушают. И это даёт некленную жизнь этим гениям. Вторая свита Баха. Она роминорная. Для меня каждый день имеет как бы четыре времени года. Раннее утро для меня весна, там наступает день это лето, вечер — осень, и ночь — зима. И как раз вторая свита, которую я собираюсь сейчас записывать, она как бы осенняя свита по своему настроению, по роминорной тональности. В этой свите много замечательного. Она контрастна по отношению к первой свите, контрастна своей глубиной, но минорным ощущением. Я всегда с восторгом и с преклонением думаю, как в прелюдии используются Бахом первые три ноты. Всего три ноты — начало прелюдии. Ре, фа и ля. Вот на рояле легче показывать, потому что здесь нижний регистр видим, и верхний регистр мы видим. Легче понять, чем на галанчеле. Там очень трудно разобраться, где верхний, где нижний регистр. Вот, если мы возьмем начало прелюдии Баха из второй свиты, три ноты, которые дают полностью краску ре минора и полностью настроение дают. Вот. Ре, фа и ля. Когда завоевав вот эту квинту, мелодия откатывается вниз на полтона ниже. Захватывает до диез. Это дает ей энергию прийти на полтона выше, чем та была бывшая вершина, и приходит к си бомолю. Теперь откатывается вниз, набирает энергию и завоевывает целую октаву от ми до ми. После этого скачка энергии исчезает, постепенно и делая петлю, эта мелодия уходит вниз. И, вы знаете, когда, скажем, на инструменте, таком как филончель, как скрипка, как рояль, тут все равно нажал клавишу высокого регистра, нажал клавишу низкого регистра, это одинаково легко или, вернее, одинаково трудно. А вот когда певец поет, вот это завоевание верхнего регистра, завоевание верхнего пространства, оно связано с напряжением вокальной связки, вернее, вокальных связок. И когда он идет наверх, это не значит, что обязательно нужно увеличивать звук, когда он идет к верхнему регистру, делать прещендо. Часто Рахманинов, который на яре был одним из самых великих пианистов, вообще существующих в истории, особенно в своих сочинениях. Когда он идет наверх, иногда он делает деминрендо, но он поднимается с такой затратой энергии наверх, даже затихая, что вы чувствуете, как будто он поднимает тяжесть. А вот в конце... Да, вот я здесь написал, записал несколько первых тактов этой сферы, прелюдий. Вот если мы верхушки нот соединим одной линией, то мы получим вот это движение, движение вниз, движение вверх, как бы графическое изображение, вот маленькая петля и уходит вниз, как бы графическое изображение вот этой мелодии, это волнообразное движение. Иногда это завоевание верхнего регистра, завоевание пространства может происходить скачками, например, ближе к концу, прелюдии. Большими двумя скачками он завоевывает большое пространство от нижней ноты, почти самые нижние ноты на галеранчеле. Он завоевывает этими двумя скачками пространство, потом остается в этом же регистре, и дёрфт вверх. Повторяет этот скачок на более высокой ступени. Здесь у него был скачок, здесь, то и повторяет здесь. Ему нужно ещё выше, он хочет пойти, но это уже завоевывается с большими трудностями, буквально каждой ступени. И вот он пришёл к кульминации, к верхнему соль. Ему не хочется расставаться с этим, он набрал много энергии, он продолжает в этом регистре. Он обрывает, уже дальше невозможно, энергия кончилась вся. После большой паузы наступает совершенно другая музыка и очень тихо. И самый конец этой прелюдии. Скачок на Тециму завоевывается и скатывается гаммой вниз. То же самое скатывается гаммой вниз. и как бы хоральными аккордами заканчивается это великое произведение прелюдия. на верху. Затем уже окончательно истязав себя, если это долго, находится на верху, что тоже бар делает часа специально. Ты уходишь опять вниз для того, чтобы набраться энергии и опять сделать скачок в более высокий регистр. Вот мне кажется, что это мелодическая игра от нижней ноты к верхней и обратно с расширением этого диапазона и вести его окончательным сужением к концу, когда остаётся только на одной ноте вся мелодия. Мне кажется, что вот это тоже один из факторов гениальности, который мы ощущаем, когда мы слушаем музыку Баха. В этой свете также замечательная сарабанда. Всё, конечно, замечательно, но сарабанда, она, пожалуй, наиболее грустная из всех сарабан, которые есть. Это особое откровение. Откровение в музыке, когда человек находится в состоянии молитвы. ты не играешь это для публики, ты играешь это для себя. И бывают разные воздействия артиста на публику. Часто это воздействие очень сильно, когда ты играешь просто, определённо для тех людей, которые в зале. Но иногда, в редких случаях, ты должен иметь ощущение, что ты играешь только сам для себя. и публика, она как бы подслушивает и подсматривает за твоим одиночеством, в котором ты пребываешь, отдаваясь целиком музыке и сосредоточенности, той музыке, которую ты исполняешь. Вот эта сарабанда для меня, это как раз очень большой накал вот этой сосредоточенности в одиночестве. Я эту свиту очень часто играю, а сарабану играю ещё чаще для всех, кому грустно. Надвигается вечер, уже птицы в последний раз, наверное, взлетают в небо, чтобы устроиться на ночлег. Они, кстати, очень шумливы, они много кричат, но вот скоро уже с наступлением темноты они улягутся спать, в церкви вытразится тишина, и я пойду записывать свиты баха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok